МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошедшее перенство и в чем, наверное, находите причину не совсем удачного выступления команды в весенней части? Ну, давайте, наверное, начнем с того, что у нас предстоит еще два стыковых матча. Об этом мы сегодня тоже обязательно поговорим. Нет, я веду как раз к анализу итогов перенства. И если нам удастся решить задачу, значит, все будет забудется. Если не удастся, начнем тогда копаться. Конечно, я могу сказать, что я недоволен весенним отрезком. Причины, ну, в общем-то, в нас самих в большей степени. Но есть и достаточно объективные причины. Случилось так, что перед началом заключительного этапа перенства у нас выбыло из обоймы три нападающих основы. Я имею в виду Миланова, Ираника, и в матче против «Зенит» получил травму Тевников. Три защитника? Вот три защитника, которые играли из матча в матч в осеннем части. Это одна из таких серьезных моментов, что нужно сразу найти замену. И нужно, чтобы в обороне было наиграно все. Это самое сложное, как раз наиграть команду в обороне. Кстати, в первом матче против «Химико-Дзержинского» мы потеряли еще и «Бензе». Получилось вот так сразу четыре защитника. Это одна из проблем нашей неудачной игры в обороне. После такого неожиданного поражения, которое случилось с «Химиком», появилась и психологическая неуверенность такая, с которой нам все время приходилось бороться. У меня подробно не буду останавливаться на каждом из матчей, но могу сказать, что в любой ситуации, что бы там ни случалось, мы обязаны были выходить на премьер-лиги, потому что мы потеряли очки против команд, которые априори уступали нам и по положению в турнире таблицы, и, конечно, по мастерству. Мы не взяли своего. Давайте так, по окончании, может, я кое-что и раскрою. Сейчас пока не время говорить подробно. Хорошо, Валерий Кузьмич, как вы оцениваете в целом уровень команд футбольно-национальной лиги, согласны ли с тем, что уровень конкуренции в ФНЛ сейчас возрос? Ну, у меня, видите, не с чем сравнивать, потому что у меня нет опыта выступления, ну, работаю в ФНЛ, только вот осенние и весенние части, да. Но, скажу так, после зимнего транспортного периода гораздо труднее стало играть с любой командой. Это связано с тем, что команды укрепились в этот зимний перерыв. Кстати, у нас с этим как раз была проблема, да, что мы не смогли, ну, укрепить, как мне хотелось бы. Во-вторых, команды изучили друг друга достаточно хорошо. Это, знаете, как очень напоминает мне ситуацию в премьер-лии, когда вдруг за 4-5 туров до конца команда ОЦАРа... Стали действовать так, что команды-фавориты начали дрожать. Это, очевидно, нормально, потому что вот этот уровень мотивации повышается, повышается до беспредельного уровня. То, к чему я вот веду, чтобы мы сейчас в матчах против Урала вот мотивированы были в высшей степени. Валерий Кузьмич, нам вот, да, достался Урал. Как вы оцениваете этот вариант? У меня абсолютно одинаковое отношение к любой из команд, с кем бы нам пришлось играть. Я уже шутил, что лучше всего бы нам бы сыграть с Локомотивом, в котором он в состоянии сейчас. Даже после Кубка, когда они выиграли Кубок, с ними можно было бы играть. Но без шуток, если то, любая из команд, и команды, которые покинули премьер-лигу, и команды, которые там... Та же самая Уфа, про Ростов вообще говорить не приходится. Короче, я ставлю их как бы в один ряд. Просто по стилю игры. Урал, мне кажется, очень похож на нас, да? И вот в этой ситуации нам придется как бы играть с самими собой. Я понимаю, что играть с командой премьер-лиги – это не одно и то же, что играть против команды из ФНЛ. Но нам не придется сильно перестраиваться в тактическом... Вот как раз об этом я и хотел спросить. Да, в ФНЛ мы играли с акцентом на атаку, а здесь все-таки уровень соперника будет несколько иной. Игровой почерк как-то видоизменять команда не будет. Я вот еще раз говорю, что во всяком случае, в домашнем матче мы точно обязаны играть на атаку. Мы, конечно, там и укрепить нашу игру в обороне не имеем в виду защиту. А игру в обороне, если вы заметили, в двух последних матчах мы к этому... Может быть, это не очень заметно для стороннего наблюдателя, но мы над этим работали. И как раз и в матче против «Газовика», и в матче против команды «Динамо» мы пропустили примерно одинаковые мячи. Но для меня это как раз то, что нужно, потому что мне на основе этого удастся, я уверен, убедить наших игроков, чтобы не допускать этих ошибок. Что касается игроков обороны, Мартина Ирана к пропустению несколько последних матчей. Есть ли надежда на то, что в таковых поединках он сможет принять части? Надежда есть. Валерий Кузьмич, Урал разобивался, разыгрался в последнее время Федор Смолов. Не планируете как-то персонально, быть может, нейтрализовать этого форварда? Как-то играть против него непосредственно? Это маленький секрет. Федор Смолов не имеет права участвовать в остыковых матчах за Урал. Ну что ж, это хорошо. Это очень хорошее известие. Валерий Кузьмич, не могу не спросить о том, что, собственно говоря, ждет в будущем вас, как тренера Тайми. Вы говорили о том, что ваш контракт истекает 15 июня. Что будет после этого? Были какие-то разговоры с руководством клуба, с президентом Тайми, губернатором Томской области? В воскресенье у меня состоялась очередная встреча с Сергеем Анатольевичем. Обсудили нашу задачу на эти два матча. Он твердо сказал, что задача не снимается и играть на выигрыш. Других у него мыслей нет и требования к ним не изменились. По вопросу сотрудничества. У нас состоялось две встречи. На одной из этих встреч он мне предложил сотрудничество при любом исходе. Да, продолжить сотрудничество. Вчера он у меня спросил, ну и как? Я говорю, ну пока эта тема не обсуждалась никаким образом. Я думаю, что с гендиректором нужно в рабочем порядке это обсуждать, но у гендиректора движения каких-то нет. Значит, он поручил Акатаеву, чтобы Акатаев повисел с нашим гендиректором. И очевидно, встреча состоится. Я, конечно, за продолжение сотрудничества. Ну, на определенных условиях, конечно. Еще одна хорошая новость. Ради бога, не хочу, чтобы подумать. Когда я говорю определенные условия, значит, я буду выбивать себе контракт повышенный. Но я имею в виду другое. Конечно же, очень хочется, чтобы в среду на первый матч с Уралом собралось как можно больше болельщиков. И у вас сейчас, Валерий Кузьмич, есть возможность пригласить томских любителей футбола на эту игру. А вы знаете, я даже не сомневаюсь, что нас ждет аншлаг, потому что наши любимые болельщики в трудный момент всегда с нами. И я уверен, что понимая ситуацию, которая сейчас перед нами стоит, добро пожаловать, наши дорогие болельщики. Мы ждем вас. Огромное спасибо. Мы говорим нашему сегодняшнему гостю, главному тренеру футбольного куба Томь, Валерию Кузьмичу, непомнящему.